В Тюмени завершился областной этап студенческой весны. Участники боролись за право представить область на всероссийском испытании. 22-й фестиваль собрал рекордное количество участников, полторы тысячи молодых людей на протяжении недели. Представляли на суд-жюри свои таланты. На гала-концерте побывала наша съемочная группа. Конкурсные дни фестиваля закончились, но за кулисами до сих пор царит творческая атмосфера. Участники не переставая репетируют свои номера. Ведь через несколько минут им нужно выйти на сцену и еще раз доказать, что они лучшие. Волнительно, потому что это моя третья студенческая весна. Не хочется, грубо говоря, подкачать, подвезти в свой университет. Такое ощущение, что ты не упал, а поднялся. И это очень важно, потому что ты поднимаешься по ступеньке вверх-вверх, и это какая-то мотивация идти дальше. Студенческая весна – это в первую очередь какая-то отдушина от учебы, потому что постоянная учеба – это постоянно сидишь, забришь, забришься, тут весна, и ты можешь делать все, что тебе хочется творить, добро, чудо. Поэтому это круто. 22-й фестиваль собрал рекордное количество участников. Полторы тысячи студентов на протяжении недели представляли на суд жюри свои таланты и умения. В планах сделать студенческую весну еще масштабнее и добавить новые номинации. Конечно, сейчас появились какие-то новые веяния, допустим, дизайн, медиаискусство. Это все должно обязательно входить в студвесну, и мы об этом будем думать. Но вот все эти годы студвесна – это был действительно такой драйвер. И это был тот проект, который, наверное, как никакой другой наполнял Тюменскую область энергией и творческой силой. Концертные площадки города опустили. Это значит, что областная студенческая весна закончилась. Но расслабляться не приходится, ведь победители уже через три недели отправятся в Тулу на всероссийский этап конкурса. Что ж, верим в успех наших студентов и желаем им удачи. Лилия Вагина, Алексей Безделов, Тюменское время.